Оскорбление политических оппонентов – привычное правило поведения Геннадия Труханова. Своё хамство господин пока ещё мэр демонстрирует везде. Не стесняется даже на сессии городского совета. При осуждении весьма спорного вопроса о приватизации объектов коммунальной собственности депутат Владимир Корниенко потребовал предоставить более полную информацию о том, что городские чиновники собираются продать. Требование вполне логичное и законное. Надо знать, за что голосуешь. Нелогично и явно выходит за рамки приличий реакция городского головы. Я хочу посмотреть визуализацию объектов Люздорфская дорога 58, Жуковского 30, Успенская 60, Герой в Крут 26А, Прохоровская 32, Степовая 34. Владимир, Владимир. Это моё право, я же как депутат могу потребовать. Владимир, 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 Владимир. Слушайте, я вот всё время, извините, я суфлюсь немножко до самого. Чего вы пиджак не снимете, будет лучше видно там. Вы же так готовились сегодня. Так всё хорошо, не переживайте. Давайте по существу, Губки, губки подкрасить. Вы же сами говорите, по существу. Послушайте, послушайте меня. Я к чему это говорю, потому что не спешите. Надо вот сейчас вы говорите, и мы будем выводить на экран. А у меня регламент идёт, вы же потом её время мне не добавите. Ничего, ничего, хорошо. Потом же ваши коллеги будут кричать. Спасибо вам за понимание. Пожалуйста, вот он перечислил там адреса. Покажите, пожалуйста, вы видите на экран, чтобы все увидели это. Все, кто был на сессии или смотрел трансляцию, увидели другое. Дремучее хамство гражданина Труханова. Ещё хуже высказывание отца городского при демонстрации фотографий объектов, подготовленных к продаже. Один из депутатов от партии «Деверяй делам», очевидно, посоветовал мэру ускорить процесс. Не надо, пожалуйста, ещё дольше времени будет. Марина Константиновна. Комиссия проводилась, все решения, внесения на розыгрантов к комиссии. Вы знаете, Марина Константиновна, один принцип жизненный. Не трожьте, чтобы не пахло, понимаете? Вот пускай оно идёт лучше так, как идёт. Трудно представить, чтобы подобное позволяли себя знаменитые руководители Одессы лучших времён. Ришелье, Воронцов или Морозли до такого не опускались. Будет ли это продолжаться, должны решить одесситы.